всем привет дорогие всем привет наши дорогие друзья и гости нашего канала саша открывал ворот мы сейчас поедем в больницу диме талон на 10 30 а потом мы будем забивать наших бролеров и будем уже их разделывать и пускать пускать на колбасу я там вам дальше покажу в ролике ездили мы вчера получается в кропоткин на рынок и купили там этот ну вот кишку кишку я оболочку для колбас ролик небольшой сняла когда мы приехали домой я вам ставлю покажу дома у нас все хорошо сегодня прям хорошая погода только ветерок небольшой да нет это не ветер по сравнению с тем что было это дуновение ветров еще хотим потомка вот покажу вот этого большого вот это пойдет на мясо сегодня килограмм 6 меня потом когда приедем в больницу покажу 5 точно будет ты думаешь да ну мне кажется да она чаще всех чаще всех а эти вообще он граждан вот сэри здоровая тоже ходит самая большая вот это но мы приедем потом я засниму покажу всем желаем отличного настроения всего самого наилучшего оставайтесь с нами смотрите какой у нас будет день и чем мы будем заниматься саша у нас как всегда слава идет на поправку повеселел как всегда начинает шутить да ну все по машинам по машинам и поедем пока каролиночка у нас легла на дневной сон мы саше поехали в кропоткин на рынок заехали мы на рынок и в мясной в мясном отделе получается купили вот эту вот оболочку для колбасы вот это вот 160 рублей пакетик 64 метра получается это 4 метра 100 рублей потом мы купили вот такую вот 100 грамм нитритной соли нам сказали что на колбасу 10 грамм такой соли 10 грамм обычной соли на килограмм фарша получается и еще мы купили за 60 рублей вот такой вот на 5 килограмм приправу для колбасы вообще вкусно пахнет будем забивать бролеров вымоем оболочку от соли мясо подготовим получается и будем делать наши купаты и колбасу куриную неудачно у нас была поездка в больницу приехали мы как ну по времени на прием получается бедят для нашего нет он сегодня работает с утра в кавказской сказали после обеда талон наш перенесли на пол четвертого рассказали сам подъезжайте вдруг там народа уже меньше будет и попадете на прием пораньше так что поехали мы домой заниматься домашними делами а потом уже поедем поднять вышли саша чтобы зарубить бролеров зовем только куры пришли и все бролеров нет сейчас будем их искать от 1 дохленький который бегает грязный чума за такой остальные все белые хорошие но не там еще один сейчас будем звать раз будем звать их кричать хотели поймать маленького пока я начала их звать они прибежали уже все мы сейчас по два будем сейчас по два мои хорошие скажи ну все спасибо что выросли на колбасу пойдем будем колбаску кушать смотрите какая она желтая от кукуруз бролер этот вообще желтенький прям красивый такой вот от кукурузы он желтухой заболел как начнет ерунду городить витамины лимона много кушал с апельсинами работаем 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 вот как саша придумал опаливать подвесил на проволоку здесь вот у меня еще один бролер остался до щипа и все и будем заносить домой уже будем внутренности удалять ноги эти на холодец я их потом почищу занесли мы домой сейчас я вам их вблизи покажу вот саша их пропалил горит ну все уже копченые там я ноги приготовила обрезала уже сейчас попробуем это взвесить самый маленький посмотреть какая-то с внутренностями и без внутренности давай как-нибудь на середину сюда но этот самый маленький 3 килограмма 0 килограмма это с внутренности но два с половиной будет минусами на посмотрим давай следующий вот так 3 890 если чем-то за для поны тут 890 давай следующий 400 но и давай вот этот еще 470 но сейчас я буду выбирать внутренности потом лапами займусь лапы нам на холодец пойдут следующий раз будем делать покажу я уже дверь сделала сейчас я покажу какое здесь жир вроде бы на улице бегали даже за столько и моё большие какие эти тоже видишь какой видно нет я потом их помою почищу потом перевесим посмотрим сколько у нас это весе ну конечно сердечки вот в бролерах у нас попалась в 4 вот такие вот эти будущие яйца не дождались не дождались немного в одном прям очень очень много было прямо так ну наверно вот так тут это спал ладошки а в этих в 3 они вот так поменьше было хорошо видать кто не мутно убрали внутренности внутренности выбрали но троса губерами да и теперь чисто и самый маленький вот наш который был у нас он скоро был 2900 да да по моему сейчас вот он на 500 грамм меньше стало 3400 в 2400 давай следующий 400 потом идет по порядку на их так не думаю так этот у нас это 3 350 350 уже чистенький вес все равно на улице бегали так за этого нелегкие так мы были бы целом по 6 на так кто-то нас а ты ждал 40 пойдет 340 а это 3 440 но и последний и последний этот 300 по моему нет 980 такие дела но я тут сейчас немножко тоже еще поработаю и потом мы едим в больницу повезем у нас время уже подходит по времени в больнице и еще надо что за коптилкой мы хотим вася с машей позвонить сейчас спросить у них была на обзоре коптилка как она холодного до копчения коптилка холодного копчения там интересно такое изобретение вот спросим если дадут то придется съездить съездить и взять уже и сделать вкусняшку да если они не заняты на эти дни пропала ли какие-то надо коптить потому что холодного копчения там надо коптить долго 6 6 8 часов до надо коптить но мы еще хотим на колбаску взять свинину заехать к свининке кусочек чтобы это все перемешать там килограмма полтора машине все это перемешиваем сальцам уж добавим половину добавим половину нет хотим краковскую попробовать ну да еще и колбаски ладно я буду продолжать работать голень мы оставим на себе где-то на шашлык крыло остальное как грудку там и на суд шайтан самый настоящий шайтан отбивную каролиночка у нас отдыхает ребятишки у нас кто чем занимается доделаем и поехали больницу и все и все все у нас все быстро у нас и быстро я хочу уже дальше я сейчас чай попью пять минут у меня перед у меня есть приехали мы в больницу к трем часам и прошли мы только пол пятого врача в диму послушали и спинку и грудь и в общем сказали нам продолжить пить получается чабрец делать как чаем и также ну от кашля в общем у нас моркового дима нету горло пшикать полоскать выдали справку в общем дима счастливый завтра идет он в школу он и говорит мама говорит скорее бы я уже пошел в школу мне скучно дома сидеть сегодня мы повторим уроки и завтра дима пойдет уже счастливую школу разделали мы наши брюлеры здесь у нас только чисто мякоть без кожи кожи потому что здесь у нас тут голень крылой то которые я сделала так где на шашлык где к духовке готовить здесь у нас сердце желудки потом здесь вот это вот суповые спинки в общем всякое разное тут с мясом все поставляла по пакетам уже часть была в холодильнике я достала чтобы показать общую ну а теперь мы будем заниматься сейчас будем перекручивать на фарш куриное филе еще заехали свинину купили кусочек саш покажи так вот такой вот уже заехали в магнит после больницы купили кусочек свинины будем сейчас саша горит еще манты чуть-чуть сделаю а ну салат салата у нас размораживается шкурку там снимем только но она с мясом у нас там сало да там сама толщина прям саму то будет сочный сочный но все будем работать у нас время сейчас пол седьмого вечера и мы приехали почти доехали до вас с машин созвонились и спросили у них эту коптили которая холодного копчения они нам согласились надоложить ее сказали пожалуйста берите и мы будем делать саши краковскую колбасу да и мы на переезде встали вот как раз уже к ним подъехали поезд да мы сейчас подъедем пять минут поболтаем и поедем потому что у нас уже очень-очень темно еще столько дел мы еще сегодня полночи будем крутить фарш это нам еще надо фарш накрутить потом замариновать говорю но все специи добавить и чтобы он настоялся правильно замариновать все поехали мы через пинец вот у нас пол седьмого а уже такое ощущение как будто глубокая вообще ну темнеет раньше в шесть часов уже начало 6 уже что-то у нас не видать ладно все возвращаемся мы уже домой от маши с вас время у нас без 28 еще на объехать это наверно сколько минут 25 движение прям вообще плотно и дублю приехали мы домой и уже подготовили все на стол мясо перемыли я займусь свининой саша будет пока заниматься куриным филе перекручивать на фарш там все помыто уже стекает это я трушлаг такой поставил думаю чтоб лишняя водичка все стекла здесь у нас еще сама но это понятно работает сидит попросила его отключить чтоб не шумела но дальше будем вам показывать доделали мы сашей разделку мясо здесь вот у нас только получилось куриного фарша а сюда добавили еще получается перекрутили чеснок и сделали фаршу конечно здесь больше еще это как получается рубленое мясо кусочками а здесь у нас еще здесь салата потом здесь у нас вот так вот от свинина вот на такие кусочки это у нас на колбасу вот это все пойдет на колбасу мы будем делать 5 килограмм остальным по мешочкам и там где на манты где на пельмени тоже это все со свинины еще свинины замкнули до побольше и все это пошли килограмма два сейчас мы будем заводить я говорю саш давай говорю вот у курины вот этот факт говорю это больше мы на весе поставили у нас весит до 5 килограмм они уже китайские буквы показали сейчас этой грузов давай грыз мерим сколько в этом тазике чтобы на будущее знать сколько тут фарша выходит вот здесь привезла жира еще сколько там ну да ну мы даже не побольше да не больше не может нет около килограмма только было думала же надо еще добавить мы сейчас мы задачки поищем что-нибудь золотки говорит морозильной видит и камере ну давай взвесим это посуду перемоем мы уже помыли господи мясорубку вот эту вот мясорубку покупали с рук за сколько мы брали за тысячу рублей вот тоже посуду тут прибрали вот сейчас тут порядок будем наводить да мы тут саша разговаривали чай сидели пили я говорю саш представляешь говорю вот мы получается вчера не выпускали видео сегодня но вы его уже завтра это видео увидеть точнее ну как завтра 2 на 2 дня короче пропали потому что это мы вот это вот все это мотались то купить то купить то купить два дня у нас ушло но вот это все подготовку вот эту всю а еще потом день получается у нас еще колбаса когда готовится это копчение там тоже долгий процесс а вы то все увидите за 20 минут но я и говорю так столько времени как лица когда ты что-то делаешь а потом раз просто кто-то посмотрел это за 15-20 минут ладно хватит болтай давай работать все давай давай время новых саша сбрасывает тару ну давай отмеряй сюда сначала нет мяса высыпай нам же на 5 килограмм надо давай здесь кило 145 но вот но теперь добавляй сюда фарш а чё ты хочешь я хочу 5 килограмм и не делал их дело 5 килограмм и начал уезжает то тут видать все 2 2 400 тут так четыре пятьсот девяносто пять это она как-то трясется и стол трясешь и она это так все зашкалило убирать чуть-чуть тут на 150 грамм получается нам надо 4 850 и потом 150 еще отмерить ну-ка стой много убрал добавляй 4 800 так 4 800 подожди и отдельно потом 200 грамм еще добавим я откинула рваюсь и будет 4 870 еще добавляй 5 килограмм 5 килограмм должно быть все сделали мы фарш добавили сюда все вот ну все специи получается мы вот покупали я вам уже показывала виде так чтобы не отсвечивала вот на 5 килограмм для колбасы мы вот покупали вот такую приправу потом нитритной соли мы добавили на к на 1 килограмм 10 грамм нитритной соли и 10 грамм обычной соли то есть по 50 грамм получается этой той соли потом мы добавили сюда в этот черный молотый перец через мельницу саша добавил где-то около 15 грамм наверно да вот теперь сейчас мы это все хорошенечко перемешали убираем на ночь чтоб мариновалось и завтра начнем делать колбасу приехали мы в магазин добраца чтобы найти ольху это щипа которая для копчения сколько она стоит 30 рублей 30 рублей да правда щипа арха 300 грамм 30 рублей 90 вот а здесь еще есть вот такая яблоня для копчения потом чел груша есть бук есть бук есть а еще что есть все да и почем они когда посмотрю здесь щипа груша третий рублей все они все здорово так мы сейчас разных возьмем да она челом разный так зачем зачем мы сольгу ну домой на рыбу же рыбу там с чем можно там надо почитать я бы не надо чуть-чуть там только мешаешь и ольху в основном альха это более универсальной ну все светочка там у нас светлана всем привет ну в этом ролике мы с вами попрощаемся это будет первая часть нашего ролика вчера мы до трех часов все доделали рано встали дима у нас в школу уехал увидимся мы с вами уже в следующем видео всем спасибо что вы с нами до новых встреч пока пока